дорогие друзья всем от культ привет а это миша салатеев вот не ждали ждали а что это за студия а знаете что это за студия мы про это прямо отдельно расскажем как-нибудь но в общем у нас теперь появилась хата да съемная тут все круто вообще настолько круто что ничто не отрекает от работы просто ничего и так не я вам на стриме зачитал миша на стихотворение про то как надо разбирать регион но в этом году мы сделаем по-другому мы разберем его всего лишь несколько дней спустя и так это было воскресенье пятницу и субботу а сегодня всего лишь четверг когда вы смотрите ну да да может быть будет уже и пятница может еще ведь уже любит через пять лет предлагать к рекомендации в общем разбираем регион миша разбирает а я пытаюсь понять разбор но и вы вместе со мной конечно хорошо значит ну каждый день было по пять задач сейчас я разбираю первый день и первая задача невероятно интеллектуальная первоклассник составил из шести палочек два треугольника то есть вот есть какие-то два треугольника затем он разобрал треугольники и разбил шесть палочек на две группы по три палочки в первой группе оказалось три самые длинные палочки а во второй три самых коротких то есть вот у вас есть какие-то три самых длинных палочки допустим и три самые короткие и мы их разбиваем на группы нажимаем мягонько чтобы доска не вот спрашивается обязательно ли можно составить треугольник из трех палочек первой группы из самых длинных из трех палочек второй группы самых коротких соответственно ну по отдельности вот да я решил почти в уме довольно быстро но расскажет мишенька ну хорошо сначала давайте решим для более коротких давайте нарисуем два вот таких вот треугольника вот эти короткие стороны условно все длинные четыре но и одну из этих четырех длинных нам придется взять в короткие и тогда у нас получится как бы вот такая штука невозможных да а так как треугольник можно собрать когда у нас тесно а плюс b больше чем c если цена и большая сторона а тут очевидно не так можно сделать то и не всегда можно составить из трех самых коротких вот теперь для длинных если я буду рассказывать свои решения даже если не самые простые давайте обозначим стороны треугольников вот этого забыться а этого за xyz и без ограничения общности скажем что у нас тесно а меньше берут на чем бы меньше выбрана чем c на картинке не совсем так то неважно и вот так вот значит мы выбираем из них три самые длинные ну значит из какого-то из треугольников мы выберем хотя бы две палочки отлично да абсолютно допустим мы выбрали b и c опять-таки без ограничения общности значит у нас есть множество из b и c по длине палочек и в них еще нужно добавить одну из палочек либо а либо z ну можно понять что x и y не войдут выпадают вот естественно если мы добавили а то у нас получился просто вот этот треугольник который мы можем состоять по условиям значит остался единственный случай когда мы добавили z да возможно но тут возможно не по возрастанию но не важно но теперь заметим что раз мы взяли z то z больше брона чем а ввести следовательно мы можем ставить треугольник следовательно ну у нас есть снова два варианта либо c наибольшей стороны либо z если z наибольшей стороны если цена не большая сторона то у нас z больше не про на чем а поэтому у нас получается что z плюс b больше чем c ну да то что а плюс б потому что вот это соответственно конечно больше а плюс b это в случае если наибольшие c. Только наоборот z плюс b больше или равно a плюс b, а оно больше c. Следовательно, z плюс b больше c. Ну да. Неважно, короче. Понятно. Да. Наверное, понятно. Да. Вот. Значит, второй случай какой? Второй случай, если z наибольшая сторона. Ну, b не может быть наибольшей, понятно. Если z наибольшая сторона, то замечаем, что раз мы взяли b и c, то они больше, чем x и y. И делаем то же самое. Совершенно верно. Вот. И получаем, что в обоих случаях у нас состоялся треугольник, и, следовательно, из трех наидлиннейших всегда состоялся треугольник. Ну, а то есть, по сути, в их длинной стороне вместо двух, которые были, прибавили, возможно, значит, возможно, лишь более длинные. От этого неравенства треугольника не могло нарушиться, поэтому все хорошо. Да. Это папино решение решения из разбора, которое, конечно, гораздо проще, но... Не-не, все отлично, да. Все точно, строго. Какая разница, как решать. Так, давай, помогу. Задача. Сложности 2 плюс 2. Интеллектуальный держатель доски Алексей Владимирович Саватеев. Вот. Ну, будут, да, призраки предыдущей задачи, ничего страшного. Призраки былой любви. А, пшикалка из спирта, да? Вот. Дальше задача номер 2. Даны два ненулевых числа x и y, которые удовлетворяют неравенство, соответственно, x в четвертый минус y в четвертый больше, чем x, и y в четвертый минус x в четвертый больше, чем y. Спрашивается, может ли произведение x и y равняться отрицательному числу? Существует ли такие x и y, что вот это и x и y меньше нуля. Вот. Похоже на какую-то разводку. Развод? На разводку, да. Ну, в смысле, что я пока еще не решил, а первый раз ее вижу. Да, и вы меня пообсуждаешь. Да, но кажется, что это должно быть очевидное. Да. Может, я ошибаюсь, не знаю. Ладно, расскажи. Ну, хорошо. Если x и y отрицательное, то среди x и y есть одно положительное, а второе отрицательное. Заметим, что условия, что x и y не нулевые, ни на что не влияет. Поэтому про него может забыть, потому что если одно из них ноль, то, очевидно, отрицательным x и y не будет. А, ну да. Вот. Давайте без ограничения общности скажем, что у нас x больше нуля, y меньше нуля. Хорошо. Теперь посмотрим на вот это вот неравенство. Ну, да. И давайте сравним модуль x и модуль y. Ага. И понимаем, что модуль x должен быть больше, чем модуль y. Естественно, почему? Потому что иначе у нас вот тут будет стоять отрицательное число. А вот тут положительное. x больше нуля. Да. Ну, модуль x больше модуль y, потому что иначе, да, иначе мы бы ушли в минус. Вот. Да. Хорошо, потому что четвертая степень сокращает знак. Ага. Вот. Значит, получили, что и модуль x больше, чем модуль y. Значит, до этого момента я дошел сразу, потом я сидел, ушел в какие-то дебри. Сидел. А, все, я понял. Тупил. Мне она показалась очевидной, потому что мне показалось, что из этого уже должно все следовать. Да, уже все следует. Но я говорю, я тоже не мог долго это понять. Давайте что сделаем. Значит, у нас есть x в четвертый минус y в четвертый больше, чем x. Это значит, что минус x в четвертый минус y в четвертый меньше, чем минус x. Только плюс y в четвертый. Ну, да, да, да. Вот. Да, ага. Но вот эта штука это y в четвертый минус x в четвертый. Ну, да. Это меньше, чем минус x, а минус x из-за модуля меньше, чем y. Ааа. а сейчас все значит получается что вот это больше икса да такая немножко зубодробительная да она да это больше икса значит обратная к ней меньше минус икса а минус из-за модуля из-за модуля он уходит туда левее значит она меньше y а у нас под слоем больше и я придумал типа полчаса по моему прошло но она действительно она такая на какую-то вот интуицию букв и знаков да я это круто да я это самое я чувствую но не мог сразу сказать что с ней делать да отлично отлично я бы начал вычитать сокращать на x минус y ну я кстати сначала я просто раскрыл по разности четвертых степеней квадратов ну да вот вычтишь да получается и четвертый минус y четвертый умножить на 2 больше чем x минус y правильно ну так давай по раздовольствием ну я просто сделал что типа x 4 минус y в четвертый это что это понятно что на этот самый да 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 причем вот эта штука положительная тогда а ты так пытался вот эта штука тип положительно там ну я кстати модули вот отсюда узнал вот если и меньше нуля что вот если вот если вот это уже поняли утомы теперь 2 на x 4 минус y 4 правильно если вычесть больше чем x минус y правильно да и это положительное потому что значит мы выделили этого это да получили вот эту штуку да и это положительно потому что x больше на или y меньше значит тем более да сокращаем получается 2 на x кубе плюс x квадрат y плюс x y квадрат плюс y кубе больше чем 1 ну вот эту штука это очевидно вот эта штука с этим приятнее мне кажется должно быть ну да хотя ну тоже не на я тут пытался что-то сделать ну да нет действительно ну не на мне казалось но получится все равно получится но сложнее вот хорошо задача 2 а дальше пошли не могу сказать что более сложно наверное более идейные а ну более сложные понятно и главное более идеи вообще регион мне в этом году очень понравился по математике да те которые я видел будем вообще задачи мне очень понравились в отличие от региона по информатике который был до такой тогда вот значит следующая задача номер три логично 123 так пусть s множество состоящий из натуральных чисел оказалось что для любого числа а из множества с существует два числа b и c из множества с такие что то что я сейчас напишу короче значит у нас есть с множество из н и значит для любого принадлежащего с мы знаем что существуют такие b и c принадлежащие с что а равно b на 3c минус 5 и делить на 15 а вот и внимание доказать что множество с бесконечно да отлично модуль с ну как-то да 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 я его миша мне сказал эту задачу я помню прониктовал в лесу в измоноском парке в уме я лишь понял что надо смотреть какие-то максимально делящиеся на 3 на 5 или на 15 но больше ничего мне кажется надо было дать подумать но я не смог придумать а вы можете стоять на паузу и думать да конечно задачу спалил можете думать ну вот заметим что в условии ничего не сказано про то что s может быть пусто а кстати да и если оно пусто противоречит составителям ставим на вид вы дали неправильно интересно что вы делали с теми кто сказали мы будем доказывать обратное а именно что s может быть конечным действительно если s пустое это условие выполнено не понятно стоит демагогия да это демагогия но интересно что вот а что будут делать таким с таким решением а вот те кто его составлял вот мне просто интересно один балл апеллировать будет тяжело да очень наоборот не апеллировать а ну в смысле ставить короче обосновывать отвечать на апелляцию ну ладно будем считать что нам думал что оно не пустое ну хорошо значит если на что не пустое то существует а которым прилежит s вот что что хочется сделать когда хочется доказать что модуль s бесконечен что s бесконечно хочется как бы взять какой-то какой-нибудь из максимальных элементов по какому-нибудь признаку и сказать что он на самом деле не максимальный да заметьте что не обязательно брать максимальный вот тупо прям максимальный но сначала я подумал что ну просто можно взять максимальный все нормально будет значит я посмотрел и короче попытался с этим что-то сделать попытался попытался а потом не очень меня получалось и внезапно я нашел стесно контр пример я сам возьмем а равное 25 b равное 15 c равное 10 10 то у нас все выполнится да так ну да вот то есть с максимальным числом не работ два меньших могут дать в качестве применения этой функции к ним больше да вот хорошо но нам все равно нужно как-то исходить из максимального числа но вот здесь на 5 квадрат я вижу а предыдущий случай не баланс и я подумал соответственно у нас есть деление на 15 ну значит сразу можно перенести вот сюда чтобы не было деления они неприятного и у нас получается вот такое равенство и вот тут у нас есть лишнее 15 а тут его как бы нет надо что-то из этого сделать наверное ну надо еще сказать что у меня была на каких-то сборах похожая задача ну там тоже надо было взять максимальную степень значит я решил что я возьму максимальную степень допустим тройки вот то есть я возьму такое а что этот рифка ты на м где к максимально по с вот если много сконечно то так можно сделать если бесконечно то нельзя нельзя да да все виду вижу и собственно когда догадались что можно взять максимальную степень тело сразу становится очевидно потому что 15 делится на 3 значит тут у нас будет стоять 3 каплю с 1 1 3 каплю с 1 множить на 5 м да я чуть-чуть не додумал в лесу ну чуть-чуть я вот пытался мне когда что нужно с пятерки тоже играть и надо было просто это было думал если вы да ну конечно несколько минут это такая типичная саватеевская задача вот такой папа а здесь у нас стоит рифт этой на какой-нибудь опять да на r и на 3c минус 5 не делящийся на 3c минус 5 не делится на 3 а собственно к чему нам и нужно а ты чуть-чуть не хватило условия меньше либрона чем к естественно получаем что у нас слева степень к у тройки справа к плюс 1 и такого быть не может противоречия да ни одно число с максимальный даже не строго не строго смысле не может получать ни из каких других вот бесконечно а ну кстати надо наверное бы еще принести привести пример такого с что условия корректно но пофиг тут еще надо знаешь что надо видимо а если два одинаковых был а все равно 3к плюс 1 нет все ничего не сделать да то есть равенство невозможно для любого для любого а который делится на максимальную да встречающиеся здесь да вы можете кстати и а равно тоже да да может быть запросто то есть смотрите какая идея рассмотрим число делящийся на максимальную степень тройки когда мы его поставим в это равенство здесь будет еще большая степень тройки да а справа не больше противоречия да да я чуть-чуть не додумал но я да я бы ее решил красиво я бы ее додумал до конца очень красиво очень на сборах была похожа задача где надо было взять максимальную степень двойки либо в числителе либо знаменателе и там тоже получал да это типичный прием там какой-то полуин вариант был один из кстати вот друзья вы имеете ввиду мотайте на уз кто вот учится олимпиадным задачам все-таки есть некие так сказать шаблоны их там очень много может тысяча да но они есть да и когда вы угадываете эти шаблоны вас становится гораздо проще но привет шаблон был очевидно связан с делимостью а дальше надо было бы думать максимально так сказать при этом если задача не подходит на какой-то шаблон или шаблон который редко используется то она часто красивая да конечно собственно это вечная война тех кто структурирует олимпиадные задачи и те кто выдумывает новые задачных композиторов это такая вечная битва да так дальше четвертая была геома и ее я не решил но я расскажу ее условия в конце тогда вот и последняя пятая задача тоже очень мне понравилось вот прям как говорит рейгородский есть стал катарсис когда я решил катарсис значит дана доска 100 на 100 давайте нарисуем 4 на 4 и скажем что это 100 на 100 вот значит играют ну а давайте по условию прямо петя и вася играют на доске 100 на 100 изначально все клетки доски белые каждым своим ходом петя красит в черный цвет одну или несколько белых клеток стоящих подряд по диагонали то есть вот он выбирает какую-то диагональ может быть вот такая диагональ может быть вот такая и за короткая быть какая-то да ну да и за кра да может быть вот здесь например просто одна клетка и закрашивать несколько подряд клеток это ход петя нарисовал п ну как пример один из возможных вот до несколько белых клеток стоящих подряд по диагонали в черный цвет то есть тех которые еще не были закрашены. А каждым своим ходом Вася красит в черный цвет одну или несколько белых клеток, стоящих подряд по вертикали. Именно по вертикали. То есть вот тоже Вася выбрал какую-то вертикаль и закрасил несколько клеток подряд. Ага. Не по горизонтали. А Петя может быть по обеим диагоналям. Вот. Ну Петя не только по обеим, он и по таким, по косым всяким диагоналям. Ну вот так, ну я имею виду. Ну да, да, да. По обоим направлениям. И он тоже по горизонтали и по диагонали. Ой, и по вертикалям. Нет, вот как раз Вася может быть только по вертикалям. А-а-а. То есть вот такой ход невозможен. Все, понял. Понял. Ну, например, в одну клетку можно сходить, потому что он по вертикали. Ага. Да. Вот. Но они тоже должны быть изначально белые, и он красит их тоже в черный. Хорошо. Первый ход делает Петя. То есть тот, кто ходит по диагоналям. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. То есть когда вся доска очевидно закрашена. Ну да, потому что одинокий ход тоже возможен. Да. И, соответственно, вопрос, кто выигрывает при правильной игре. Я вообще люблю задачи на игре, а тут еще и игра с несимметричными правилами. А я не умею решать. Я их очень люблю, но решать не умею. Но, конечно, приходит на ум, что у Васи больше ограничений, значит, он должен проиграть. Короче, ставьте на паузу. Не знаю. А Миша рассказывает решение. Вот. Хорошо, значит. Подумали, да? Подумали. И теперь решение. Давайте я для наглядности буду рисовать на доске 6х6. Я думаю, что я могу угадать первый ход. Ну, потому что ты его знаешь. Но я и тогда угадал. Я хотел сделать вид, что я первый раз ее вижу. Класс. Так, собственно, ты со всеми, кроме алгебры, да? Да. Ну, я действительно угадал первый ход, но это ничего не дало. Понятно, что первый ход, как и ожидалось, будет закрасить всю большую диагональ. Да. Первый ход хочется сделать какой-то симметричный все-таки. Чтобы потом меньше мучиться. Поэтому, значит, мы хотим доказать, что выиграет Петя. Поэтому мы можем выбрать ему первый ход. Да. И, соответственно, пусть этот первый ход будет по вот такой диагонали. Ну, или давайте лучше по симметричному, потому что у меня в решении симметричное. Потому что главная диагональ в матрице все-таки важнее побочной. Ну, просто тут получается симметричные части. А иначе какие-то не очень симметричные, хочется больше симметрии. Вот, значит, первый ход будет, допустим, вот такой. Теперь, заметим, что у нас осталось делать такие вот половинки. И, ну, они пока симметричные. Что нам хочется сделать вообще? Хочется навесить какую-нибудь симметрию. То есть, чтобы… Хочется сделать так. Так, вот если бы у них были симметричные ходы одинаковые, например, они оба красили по вертикали, то мы могли просто брать, вот, допустим, этот сходил вот в такую вертикаль. Да. Черт. Еще ничего-ничего. Так. Допустим, этот сходил вот в такую вертикаль. Мы можем просто взять симметричную и вот тут сходить. Потом этот сходил, допустим, вот так. Мы сходим вот тут вот так. Ну и так далее. Потом этот сходил вот здесь. А если было разрешено и по вертикали, и по горизонтали, то мы бы… Ну, короче, если бы у них были одинаковые ходы, то мы бы могли просто повторять ход другого в другой, соответственно, в симметричной половинке, в другой половинке. И тогда бы понятно, что мы выиграли бы. Вот, но ходы не симметричные. И нам надо как-то, хочется все равно как-то повторять за ним в другой половинке, так, чтобы в конце концов выиграть. Значит, и вот тут приходит ключевая идея. Давайте немножко перерисуем, что у нас тут есть. Значит, давайте нарисуем вот эту вот штуку вот в таком виде. А вот эту, соответственно, так и оставим. Вот. Ну, давайте. Да. Пронумеруем. И что теперь? Мы хотим сделать какую-то объекцию между клетками, чтобы, соответственно, мы могли ходить. И что нам нужно от этой объекции? Нам нужно от этой объекции то, чтобы она вертикальные прямые в одной из половинок переводила в диагональные прямые в другой половинке. Да! И если она будет вертикальные прямые переводить в горизонтальные в другой половинке, то, соответственно, мы сможем так же копировать его ходы, как мы делали вот в этой... Блин! Вот в этой стратегии. Давайте просто... Ну, вот тут, собственно, уже плюс-минус нарисовано. Надо только не ошибиться с перенумерацией. Давайте обозначим вот тут. Мы будем обозначать вот такие вот как бы столбцы. Пронумеруем. А тут мы пронумеруем вот так. Причем в обратном порядке, то есть сверху вниз. А здесь мы пронумеруем снизу вверх. И, соответственно, просто по числу. То есть, например, вот эта клетка — это 0,2. Да! Это домножение на матрицу 1,1,1,0. Афинное преобразование А в А, В в В плюс А. Возможно. Ой, не афинное, а линейное. Линейное преобразование плоскости. А в А переходит АВ в В плюс А. У нас матрицы были, да. Ну, не суть. Вот. И что теперь? Давайте просто нарисуем наглядно, что происходит. Давайте возьмем... Пусть Петя хочет делать какую-то вертикальную прямую здесь. Вот он ее делает. Делает. Тогда что у нас? Координаты возьмем в этой прямой. Это тут 2,1. Тут 1,2. И тут 0,3. 2,1. Значит, отмечаем тут 2,1. Очевидно, это делается. 1,2. 0,3. Очевидно, да. И у нас вот эта вертикальная прямая переходит в такую горизонтальную. Диагональную. Вот. Теперь наоборот. Пусть он хочет сделать ход вот здесь вертикальный. Значит, он сделал в 0,0 и 0,1. Посмотрим у нас вот здесь. Соответственно, 0,0 и 0,1. Ну, очевидно, да. Я думаю, дальше все очевидно. И все, соответственно. Значит, мы остановили коррект... Ну, во-первых, у нас объекция, поэтому... Когда он ходит, то и мы можем сходить. А во-вторых, соответственно, все вертикальные прямые переводятся в диагональные. То есть наши ходы корректны. Да. И мы выиграем. То есть на самом деле мы... То есть на самом деле мы, значит, вот так это сжали вот сюда. Тром вот так прижали это к вот этой вот стене. Ну да, у нас... Это вот сюда, это вот сюда, это сюда, это сюда. То есть сдвинули как бы... В принципе, мы можем еще вот так сдвинуть, и получится то же самое. Это, да, это катарсис, друзья. Вот это реальный катарсис. Я не знаю, кто автор этой задачи, но это гениально. Задачному композитору. Респект и уважуха! Так, ну что, Геому, соответственно, мы не разбираем, да? Да, но я ее дам на подумать. Да. А можешь даже не стирать вот здесь. А, ну или не хватит, да, места? Давай, сотру пока. Наверное, все-таки лучше наверху писать. Ну, Геому, на слух как бы не воспринимаешь, поэтому надо одновременно рисовать. Вот, хорошо. Значит, это были... Это был разбор первого дня, и последняя задача с первого дня нам подумать. У нас ее в классе два человека решило, кстати. Да, мы не будем даже разбирать. Думайте. Ну, я, кстати, знаю решение, я почитал разбор. А, ты знаешь, да? Ну, смотри... Неинтересно, да. Нет, давай, пусть сами, да, пусть сами решат. Тем более, я только идею... Ну, то есть... Не, я плюс-минус знаю, но не важно. Вот. Значит, условие. Вписанная окружность касается сторон ABC, AB, BC и CR неравнобедренного треугольника ABC в точках C1, A1 и B1, соответственно. Соответственно, у нас есть треугольник. Неравнобедренный. Как известно, все треугольники... Да, очень трудно рисовать неравнобедренный треугольник вообще. Все треугольники либо равнобедренные, либо прямоугольные. Прямоугольные, да. Нет, это отлично, нет. Нет, вот эти две стороны, эти наклони. Во. Прямо... все треугольники не запрещает до прямоугольный нормально вот значит стороны abc гипотеза bc зачем я начал стирать вот и естественно у него есть вписанная окружность которая касается сторон c1 a1 b1 вот сойдет значит c1 тут логично 1 и b1 хорошо дальше пусть m средняя линия треугольника a1 b1 c1 параллельной стороне b1 c1 значит давайте вот этот треугольник нарисуем вас страна b1 c1 и у нас из тем средняя линия вот эта прямая м так бисектриса угла b1 a1 c1 пересекает м в точке к то есть b1 a1 c1 бисектриса в точке к пересекает здесь у нас . к вот так доказать что описанная окружность треугольника bc к касается м то есть вот у нас есть треугольник бцк вот у него есть какая-то описанная окружность до огромная такая получается где-то в пользу он там другой цвет р о кстати хорошая идея вот значит вот у нас есть прямая м до который средняя линия и вот у нас есть эта окружность бцк и она должна касаться м бцк это байкальский целлюлозный комбинат ну возможно значит автор из байкала доказать что она касается доказать что вне равно все но в общем я вангую что коваля это давно уже разобрана наверняка до школкова по крайней мере я видел что не второй день разбирать а ну я думаю что они это тоже разобрали причем с неправильным условием четверо то есть да пусть народ посмотрим наверняка и более потому что он тоже уже разобрал диома это как бы я пока вот я не понимаю когда я могу сказать честно вам что мои успехи олимпиадные завершились на всесоюзной олимпиаде по геометрии во второй день элементарнейший ну правда первый день я решил почти все а во второй почти ничего потому что ночью мы кидались подушками и записывали длинные матерные выражения тулики привезли из тула длинные прямо вот так вот я сидел писал три листа исписал значит которые в москве не употребляются и всю ночь это все продолжался я проспал весь второй день знаете получил похвалку был первым хроником 50 в школах то вернулся без без диплома со всесоюзной олимпиады за все времена и на меня показывали пальцы в коридорах вон идет саватеев который не смог даже на третий диплом нарешать на всесоюзе ха 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 вот и мне было очень стыдно но я с геома я не знаю кстати мы тоже на всероссе когда я был в восьмом классе еще не закрыли мы смотрели доктора кто между днями ну вот я смотрю да и все я пас я выпадаю просто я смотрю как тупой баран вот вообще реально как баран смотрю ничего не знаю кстати наш геометр быстро решил я я верю не любой нормальный геометр наверняка сразу ну нет у нас есть в классе геометрии которые не решили в общем дерзайте решайте а потом посмотрите решение либо на стороне мела либо на стороне фломастера но не у нас но не у нас а еще будет разбор второго дня супер снято